Донбасс СНБО поручил разработать Вместе с тем Петр Порошенко отметил, что необходимо ужесточить контроль на блокпостах на Донбассе и сообщил, что сформированы несколько новых частей, которые позволят уже сейчас перекрыть возможные проникновения террористов вглубь страны. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО 12 сентября о комплексе мер по укреплению обороноспособности государства. Документ размещен на сайте главы государства. В соответствии с ним Кабинет министров должен безотлагательно пересмотреть порядок комплектования вооруженных сил Украины и других военных формирований, созданных согласно законам Украины, а также доработать бюджет на 2015 год, предусмотрев приоритетность финансирования оборонных программ. За минувшие сутки в результате обстрелов террористами в Донецке погиб один мирный житель. Еще четверо находятся в больницах с ранениями. Об этом сообщили в Донецком горсовете. Утром в городе относительно спокойно сообщения о происшествиях не поступают. В результате обстрелов и пожаров повреждены четыре частных дома, еще один полностью разрушен. Также повреждены шесть газопроводов. Коммунальная служба ремонтирует поврежденные коммуникации. Уже удалось восстановить электроснабжение поселка Грабари в Куйбышевском районе города. Его жители оставались без света с 1 ноября. На Донбассе резко активизировались российско-террористические войска. Эксперты группы информационного сопротивления связывают это с получением боеприпасов, доставленных на Донбасс так называемыми гуманитарными конвоями из России. За минувшие сутки террористы более 40 раз обстреляли позиции сил АТОМ. Наиболее напряженная ситуация в районе Дебальцево и на Донецком направлениях. Сложной остается обстановка и в районе Донецкого аэропорта, а также населенных пунктов Никишино, Чернухино, Орлово-Ивановки, Гранитного могилы Остра и других. Ночью неоднократно были обстреляны наши позиции. Под минометные обстрелы попали блокпосты, опорные и наблюдательные пункты, расположенные в районе Никишино. Из стрелкового оружия обстреляли украинское подразделение в районе Чернухино. Огневые точки боевиков подавлялись ответным огнем. Наши действия заставляют террористов постоянно маневрировать и менять свои позиции. Около полуночи боевики из Птура обстреляли наше подразделение в районе населенного пункта Березовое Донецкой области. В результате обстрела получил ранение один военнослужащий. Он направлен в больницу. Российско-террористические войска развертывают силы и технику на севере Луганской области, наращивают группировку в районах Первомайска, Стаханово, а также Донецка, Волновахи, Гранитного, Новоазовского. Также Россия продолжает перебрасывать границы с Украиной военных, вооружений и военную технику. Только за последние сутки в приграничные районы со стороны Ростова-на-Дону доставлено около 60 единиц бронетехники. На железнодорожную станцию Каменск-Шахтинский в Ростовской области прибыл эшелон с 5-10 танками, 10 командно-штабными машинами без опознавательных знаков. Еще 70 БТРов направляются в район российского Донецка. НАТО и ЕС не признают псевдовыборы в ДНР и ЛНР. Об этом во время совместной пресс-конференции заявили генеральный секретарь НАТО Йонс Толтенберг и глава европейской дипломатии ЕС Федерико Маггерини. Словам чиновников, Россия показывает Западу, что не боится его. Так войска НАТО в этом году больше 100 раз перехватывали российские самолеты, которые вторгались в воздушное пространство государств-членов альянса. Это втрое больше, чем за прошлый год. В НАТО отмечают, что Россия тренирует боевиков и поставляет им вооружение. Кроме того, в альянсе фиксируют, как российские войска продвигаются к украинской границе. В последнее время мы наблюдаем, как российские войска приближаются к границе с Украиной. Россия по-прежнему поддерживает сепаратистов, обучает их и предоставляет оборудование. Кроме того, Москва поддерживает их с помощью российских спецслужб, которые находятся в восточной части Украины. Работу 59-го кружкома в Донецкой области до сих пор блокируют неизвестные вооруженные люди. Помещение обесточено, нет света и связи. На данный момент этот кружком остается единственным в Украине, где еще не подсчитаны 100% голосов избирателей. Наш корреспондент Оксана Прыжко работает в ЦИК, она с нами на связи. Оксана, здравствуй, тебе слово. Несколько минут назад, в 12 часов, Центризбирком продолжил заседание, в ходе которого, в частности, планируется. Во-первых, установить результаты выборов по многомандатному заграничному округу. Во-вторых, принять оригиналы протоколов от 137-го одномандатного округа Одесской области, члены этого окружкома, по данным пресс-службы Центризбиркома, уже в здании ЦИК. В-третьих, также Центризбирком сегодня будет принимать уточненные протоколы приблизительно от 10 округов. Ну и помимо того, продолжат оглашать победители избирательной гонки по одномандатным округам. По сообщению пресс-службы Центризбиркома, сегодня мы узнаем фамилии 30-35 депутатов-мажоритарщиков, прошедших в парламент 8-го созыва. Напомню, первых двоих Центризбирком назвал еще в понедельник, 3 ноября, среди них в частности и ветеран парламентской деятельности Ефим Звигильский, который победил в избирательной гонке по 45-му одномандатному округу Донецкой области, и господин Шаповалов, победивший по 146-му одномандатному округу Полтавской области. Ну и что касается 59-го округа, то действительно там ситуация остается напряженной, здание, где работает Окружком, по-прежнему блокируют вооруженные люди неизвестного военного формирования. Впрочем, с утра, как нам сообщили в пресс-службе Центризбиркома, правоохранителям все же удалось создать коридор, по которому в здании прошла большая часть, практически все члены Окружкома, помимо системного администратора. Ну и действительно, в здании нет ни электричества, ни связи, поэтому сумеют ли сегодня члены Окружкома 59-го округа передать те 0,07% недостающих данных в систему выборы, остается под вопросом. Спасибо, Оксана. Наш корреспондент Оксана Прыжкова с нами на связи с ЦИК. Ну и ждем от нее уже следующих включений. Национальный банк Украины представил новые правила проведения ежедневных валютных аукционов. Они будут проходить в течение нескольких месяцев в первой половине дня объемом 5-10 миллионов долларов. К участию в аукционах будут допускаться 88 украинских банков, которым НБУ установил кредитные лимиты. Минимальная сумма заявки 100 тысяч долларов, шаг заявки 100 тысяч. Максимальный объем заявок банка ограничен 10% объема аукциона. Заявки на участие необходимо будет подавать до 10 утра. Также регулятор будет применять особую процедуру отсечения спекулятивных заявок. Продажа валюты будет осуществляться не по фиксированному курсу, а по определяемому каждый день в ходе аукциона. Средневзвешенный курс аукциона является индикативным курсом текущего дня. При установлении курса купли-продажи валют в кассе уполномоченные банки, как курсовой ориентир, могут использовать значение индикативного валютного курса за предыдущий день с отклонением до 5%. Ну а российский рубль побил очередной антирекорд. Сегодня курс американского доллара вырос сразу на 1 рубль до 44,5 рублей. Подорожал и евро до 55. Падение курса рубля не останавливает ни усиленная продажа валюты Центробанком, ни повышение ключевой ставки. На рубль продолжает давить дешевеющая нефть, базис российской экономики. Однако главной причиной снижения курса российской валюты стали действия Центробанка. Он объявил, что объем валютных интервенций не должен превышать 350 миллионов долларов в день. В октябре для поддержания рубля регулятор продавал по 2-3 миллиарда ежедневно. В российском Газпроме подтвердили получение от Нафтогаза Украины первого транша оплаты за поставленный газ в размере миллиарда 450 миллионов долларов. Согласно достигнутым в Брюсселе договоренностям, Нафтогаз в общей сумме заплатит 3 миллиарда 100 миллионов долларов за 11,5 миллиардов кубометров голубого топлива, поставляемого Газпромом в ноябре-декабре 2013 и апреле-июне 2014 года. Решение об окончательных расчетах между сторонами за газ будет принято в стокгольмском арбитраже. В то же время брюссельские договоренности являются временным решением и не влияют на позиции сторон в суде. Экспорт газа из России стремительно падает. В октябре продано за границу около 10,5 миллиардов кубометров голубого топлива. Это на 17% меньше, чем год назад и является самым низким показателем за последние три года. Причиной эксперты называют газовую войну с Киевом. С начала сентября Газпром сократил экспорт в большинство европейских стран до контрактного минимума. Таким образом, Кремль пытается лишить Украину реверсных поставок. Всего же с начала года монополист экспортировал 125 миллиардов кубометров газа. Это почти на 5% меньше, чем год назад. На спектакле «Трамвай желания» в Московском театре Мечехова зрительница устроила акцию протеста против Михаила Пореченкова. Когда актеры вышли на поклон, активистка бросила ему самодельную медаль за лугандон и игрушечный пистолет с предложением выстрелить в нее. Напомним, что в Украине против Пореченкова возбудили уголовное дело за стрельбу в Донецком аэропорту. На прошлой неделе звезда российских сериалов посетил позиции террористов и из пулемета стрелял по позициям сил АТО. Вот такие вот дела. Оставайтесь с нами и до встречи.